Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели, и продолжаем дубрику «Память» немножко я изменю не в потоковом сознании, а в потоке сознания, если бы как бы все наше существо тикотеет к простой изящной форме, и очень много моментов, когда хочется какие-то темы обсудить, какие-то рубрики рассказать, что-то согласовать между этим и тем. Совсем недавно я в разговоре сказала азбуки-леди, как это всплыло само собой, и поняла, что всю жизнь я играла со своим папой буки, буки, давай сделаем буки, он говорил, давай сделаем буки, и у меня никогда не было ассоциации с тем, что это буки, азбуки, буки, то есть вторая буква нашего алфавита, так называется. И очень приятно этот момент, когда идет согласование того, что ты знаешь, но живет отдельно, несогласованно, как бы отдельно, без связи, появляется эта связь, что буки, давай сделаем буки, это давай сделаем азбуки-леди. Я сейчас выпустила рубрику, просмотрела, вообще, вообще вот это, я так раз это слово считать, я еще раз повторю, такое откровение для меня, вообще я не помню, абсолютно не помню то, что говорила, то есть настолько интенсивная жизнь, что то, что ты говоришь там несколько дней назад, у тебя совершенно другое переживание. сейчас у меня такие мысли возникли после вот просмотров определенных таких концепций, по поводу инверсий грели, по поводу этой темной материи, мы с папой все это обсуждали, по поводу вот этой лиги, Лига справедливости, я сейчас посмотрела, просто мне так случили эти люди справедливости, вот когда я смотрела это трехчасовое видео, это верная реакция организма, все время хотелось остановиться и подумать, что же так должно, потому что самое интересное, это тот мифологический мир, в моем контексте естественно, мир амазонных, атлантов, где они сейчас живут, их способности, как вообще там боги-люди и так далее, то есть все это естественно через энергетический план и как это все существует, как человек ограниченный, человек нет и существо не ограниченное, в общем, угроза такая, да, ну такой вот момент, ускорение во времени, ведь это все реально, а ведь это, ну у меня было стихотворение про атлантов, и во мне есть какое-то глубокое соприкосновение с этой реальностью, здесь мне вообще кажется, что этот план открылся, потому что у каждого из нас есть соприкосновение соприкосновение с какой-то реальностью, с которой мы не знакомы, но мы ее знаем, да, то есть мы знаем вот на данный этап, какие атланты, но каждый из нас знает, что атланты есть, атланты, да, там, не атлантида, атланты, там, вроде как мы знаем, что есть ускорение, изнабеление во времени, не знаем, мы не знаем, что такое время, я спросила папу, как ученого, что такое время, и он сказал, что мы до сих спор, как, ну, как ученый, он ответил, мы можем точно сказать, мы знаем лишь время относительно биологических процессов, но что такое время, ну как вне этих процессов, мы опять-таки не знаем. То есть, и опять-таки мы придем к тому, что в жизни не надо додумывать, в жизни надо переживать, и быть наблюдателем, и так далее, и там подобное, и вопрос такой возникает, то есть это вопрос сегодняшней такой темы, а чем же я действительно занимаюсь своими днями, ну, может так подумать, что человек живет на природе, чем же он может заниматься целыми днями. Ну, помимо каких-то простых вещей, это приготовить пищу, помыть посуду, поднести пол, поспать, да, ну, то есть это очень простые вещи. Прогулка, я не знаю, насколько это простая, но это основная вещь прогулка, она может быть очень долгая, а может быть короткая, двух до шести часов. Затем обработка видеозапись, создание материалов творческого продукта, общение. Вот в том понимании, что я говорила, что у меня было не принятие себя, как, что я здесь, почему. нет. Я сейчас послушала и поняла, что, потому что, потому что мне хорошо и так. Мне хорошо без того, что вокруг внешнее проявление проявляется. То есть, мой внутренний баланс настолько конструктивен, настолько силен, но ему необходимо проявление. То есть, весь этот кожеский продукт, весь эта преданность, вся эта преданность, это необходимость действия на любом уровне, даже в моменте неестественно. Или же, ну как бы, был какой-то такой момент, я вспоминаю, я вообще не думаю, что я об этом заговорю, но был такой момент, когда я вспоминаю, такое, когда ты осоздаешь себя, тебе хочется куда-то бежать. Это был какой-то такой этап, период, я могу назвать прямо по пункту, что первое принятие себя, это когда ты перестаешь бежать, когда ты перестаешь, ну, паниковать это само собой, паниковать, потом бежать, а затем, ну, затем, после этого наступает момент двойственности, когда вдруг в тебе проявляется право и лево, вдруг ни с того ни с сего, вдруг начинаешь видеть себя одним и другим. Ну, это не момент, ну, это момент КАБА, не КАБАЛАНИЕ. КАБА, то есть тот, кто проживает вечно и тот, кто проживает мимолетно, и воззрение вечного и мимолетного, и КАБА, то есть мгновение двойственного восприятия крожитого. И я помню, как в моих воспоминаниях возникло это правое и левое, и что было для того хорошо, что было для другого неприемлемо, вот это вот такое согласование определенным образом. Затем, да, кармическое согласование, оно на уровне, вот честно, я вообще не знаю, чтобы другие были планы, и это все было. Кармическое согласование на уровне нерешенных задач или задач, которые не были решены, и осознание того, сколько причинений они не были решены. Я уже говорила о том, что, ну, я совершала определенные жизненные ошибки, и в моей жизни были некоторые моменты, которые не были согласованы. То есть по осознанию они были полностью осознанными, но как жизненный фактор, как жизненная энергия, как время они не были согласованы. Ну, например, у меня был брак первый, и, так не хочется об этом говорить, но для меня остается до сих пор, нет, ну, сейчас, возможно, нет. Оставался до сих пор вопрос, почему из этого ничего не получилось, почему вообще не получилось пространство. Сейчас-то я буду сказать, почему, 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 но когда я все-таки из последнего шанса задала этот вопрос, хотела перейти в новое состояние себя в браке и вернулась. Ну, это правда, я вернулась на то место, где жила с первым мужем, и пересилив вообще все свое, вот это, ну, ух, я зашла и поднялась на этот этаж, позвонила, звонила, от начала открыли дочь моего первого мужа, от второго брака, от тех же первого мужа, он не захотел со мной даже говорить, и когда увидел испуг в его глазах, просто не испугался, а у меня было всего лишь на линии рассказать о своей школе, рассказать о каких-то продвижениях. И ситуация была такая, что он просто сказал, уходи. Нет, не подумайте, что я что-то жалуюсь или не жалуюсь. Возможно, в его глазах это было все иначе, что вы... Понимаете, какие-то моменты, они не согласовывали изнутри, но они всегда следствие того, что такая предпосылка была на энергетическом уровне. Но не всегда, не всегда, когда ты находишься в момент максимального раскрытия, внешняя какая-то ситуация отобразит это. Не всегда есть определенные искажения изначально не только в кармической системе, но и в системе отображения самих людей. И если это осознавать, а не брать дно на себя, если осознавать, что ты стремишься к чему-то. По сути, это ослепление. Сильное стремление всегда создаёт энергетическое искажение. Сильное стремление всегда является искажением. Но ведь я так сильно стремился, но я ведь так сильно хотел. Посмотрите книги Владимира Зеланда «Трансфертной реальности». То есть энергетический маятник находится где? Он создаёт сильный плюс и создаёт сильный минус одновременно. Поэтому я всегда говорила, что вот это абсолютный ноль, когда нет сильного плюса, нет сильного минуса. И в моей жизни таким образом сформировались мне некоторые уроки, которые я извлекла из таких искажённых ситуаций. Ситуации были искажённые. Значит, они были абсурдные. Они были ужасные по описанию. Не то, что соответствовало моему воззрению. Но понимание того, что именно моя энергия создавала эти картины, именно моя энергия являлась первопричиной того, что происходило. Понимаете, мой первый муж открыл дверь, и он испугался меня. Мне всегда Галина Борисовна говорила, что большая энергия пугает. Большая энергия всегда пугает. Так как я пришла с большой энергией, принятия, и во мне было желание трансформации, прохождение этого этапа, как завершённого, и трансформации в новое. Но человек, к которому я пришла, он не был готов. Он просто сказал, уходи. И это ударило по мне, естественно. Если вы придётесь к кому-то с трансформацией, близкому, к бывшему даже человеку, с улыбкой, не просям там сто тысяч займы, и вам говорят, просто уходи ни за что. Ну, я ушла. Это был урок, который мне необходимо было извлечь. Я не могла не прийти. То есть такая ситуация, когда ты не можешь не прийти, когда ты застрял на этом переживании, и всё твоё существо хочет осознать это переживание, осознать всё-таки докопаться до истины, да? Всё-таки соприкоснуться с первоисточником, где же эта истина? И вдруг, да? Луна сама. Ну... И потом, после этого события, как я спускаюсь вниз, я спустилась вниз, села на скамейку, и больше не могу никуда двигаться. Вот это и первопричина, что мне во сне так хорошо, что куда мне двигаться? Куда тебе двигаться, если тебе так хорошо? Ну да. Я уже говорила о том, что двигаться в отдачу, двигаться в то, что тебя трансформирует. Но я спустилась вниз. И вместо той огромной любви, признания того, что я всё время слышала от своего первого мужа, как ты мне нужна, как я умру для себя. Это вот было постоянно. Вот, не дай Бог, ты меня покинешь. Вот я пришла. Вот я пришла. Я пришла просто к тебе. Не важно, какие у тебя ситуации. Вообще не имеет значения, в какой день, час и времени. Понимаете? Мы все думаем, что вот существо, которое клянётся в любви, оно относительно времени. Любовь, она не относительно времени. Не важно, в какой день я пришла. Я тоже самое существо. Может быть, даже с гораздо глубже осознание, что является фактом. Я то самое существо с гораздо глубже осознание, с гораздо большей возможностью. Но ты уже не говоришь мне, я люблю тебя, я умру без тебя. В тебе что-то самом перестало изменяться, воспринимать то, что я говорю. Но сейчас я начинаю это понимать. Вот рассказывая вам, я начинаю понимать, что произошло. Понимаете? Если изначально другое существо воспринимало тебя, изначально другое существо было в отклике с тобой, то в процессе временного проживания, а что такое время, это иллюзия. В процессе проживания иллюзий это временное существо утратило связь с восприятием того объекта, которым считала абсолютной точкой любви. Непоклонение любви. Да, теперь спасибо вам. Я увидела, что произошло. Ну, это уже не на моей совести. Я отвечаю за тех, кто утрачивает любовь ко мне. Ну, это не ко мне вопрос. Я как была, буду и в любой временной точке, как здесь в Мандале. Как вы видите, она целостная. Не имеет значения, на какой фокус внимания вы ориентированы. Это все я. Но в тот момент для меня было просто непонятно. И дальнейшие события, которые происходили после того, как я сидела на лавочке и потом пришла домой, И дальнейшие события, они были похожи на... Вы знаете, вот когда в музыке говорят... Вот что-то чуть ускоренное, что-то чуть замедленное, как будто бы карма играла в другом темпе. Да, это первый рассказ. Это не то, что я вам описываю событийно. А это то, что я воспринимала через события. И странно, что это... Знаете, как голоса иногда раз, темпы разменяют скорость, изменяют голос. И голос звучит по-другому. Того же человека, того же, ну, как бы носителя, да? И я прекрасно помню, что было дальше. Но было странно, что при этом я вдруг теряю там все потери. То есть при этом и тут потери. Потери на, естественно, физическом уровне, но когда мы осознаем на энергетическом уровне, ну, преднятие, потери, это всеследствие реакции. То есть, когда у нас есть, по сути, такая тема сегодня у Божьего, связь с кем-то, пускай даже иллюзорная, пускай даже на уровне некой сказки. Сказки. Скорее сказки. Ну, когда она теряется и не восстанавливается. Нет, ну, нет, ну, не так, не совсем восстанавливается. Когда она теряется. И на уровне логического построения она обрывается тем, что тебя перестают воспринимать. Это и есть потеря связи, да? Это глубинная рана. То, что я сказала про Мааа. Это потеря связи. Ее глубинная рана – потеря связи. Миры не могут обновляться из-за того, что произошла потеря связи. И что происходит потом – это потеря на материальном уровне и непринятие. И каждый из нас, я думаю, что так. То есть мой, как вот пример, он не эксклюзивен. Абсолютно. Каждый из нас утрачивает вот очень хорошую связь. Любимую связь. Представьте, вас любили бы как божество. Просто представьте. Вам бы поклонялись. Я не знаю. Говорили просто об безумии людей. Вам бы поклонялись. Вас бы почитали. Для вас бы все делали. И вдруг этого нет. И вы понимаете, что этого нет. И какая-то пустота. То есть потеря связи. И, наверное, в своей жизни я всегда приду к этому, там уж. к фрактальному заключению. К переживанию того, что всплыло на моё воспоминание. Но потом, это совсем другой момент. Боль, с которой было моё рождение, боль. Сейчас можно сказать, это условно родителями, электрия между родителями. Сейчас я понимаю, нет. Сейчас я понимаю, это реально какое-то событие. То есть это даже не моё, не моя настройка. Понимаете? Я понимаю, что переживаю какое-то глобальное потрясение. Глобальное потрясение, как фрактальное. Как основа основ. И это глобальное потрясение было мной увидено не раз. И помню, что когда у Калины Борисовны я приехала, у меня был какой-то, по-моему, не запланированный, а может и запланированный. То есть для моего голоса необходима была проточная энергия. Когда энергия блокировалась на каком-то уровне, нужно было понять причину блокировки. У Калины Борисовны Шереметьевой есть целое направление того, как понять, как проследить, где энергия блокируется, на каком уровне, какие ассоциации это возникает и дойти до первого блина. Она великий мастер. Это безусловно. Безусловно. Критики здесь не будет, потому что у меня есть критика. Но это не будет, потому что это абсолютный мастер, который мне помог. Так вот, когда я до первого блина, можно поменять ситуацию через осознание. На какой у вас будет первый блин, неизвестно. Это все будет зависеть от того, находитесь ли вы в настоящем, или находитесь ли вы безвременнее, или находитесь ли вы в ассоциативном восприятии. Так вот, в одном из сеансов, еще раз хочу сказать, что я не Борисовна мастер. Но когда вы встречаетесь с мастером, она сама скажет, не следует копировать мастер. Вам следует понять себя. Так вот, и в одном из сеансов я просто ощутила эту черную монлю, которая в предыдущем контексте была названа внутри своего сердца. Она причинала мне боль. Настолько сильную, что невозможно было дышать. Настолько сильную, что невозможно было двигаться дальше. Боль, которая парализует. Парализует. Возможно, вся моя жизнь, это рассмотрение этого момента. Ну, представьте, что у вас все ровно хорошо, вы вообще, блин, как я вам говорила, я сплю, я счастлива. Но вдруг в какой-то момент, там, на 90-19, на 19-м проценте, на 919-м проценте, на 99-м проценте, вдруг в какой-то момент... Ну, сейчас это просто эта рубрика. Мы рассмотрим другие совершенно ситуации, мы рассмотрим другие вообще вещи, другие отношения со мной. Здесь, как бы я ни говорила о чем, нужно осознавать то, что мы сами являемся создателями своей энергии и реальности. Понимаете, если мне кто-то в боль зажмёт руку и такой обратный опыт от меня, значит, что-то, что-то я чрезмерно форсилую. Что-то я, как энергомагия. Что-то я делаю так, что это появляет в этом пространстве. Это та ответственность, с которой говорится гуру, что, что бы ни случилось в моем пространстве, является лишь отображением ты. Я думаю, для моего первого мужа отображение у меня будет совершенно... И вы услышите совершенно абсолютно точно. Как второй гражданский мужский день пришёл просто вот Галина Борисовна и начал рассказывать про то, как я. И там совершенно другой был человек, потому что в его линде восприятия, его понимание, хорошо, добра и зла, плохо и так далее. Я бы это сделала неким другим существом, неким, не тем, кем я являлась, а тем, кого он воспринимал и как он трактовал. И после его описаний меня вообще любит по-другому стараться. Поэтому всегда это такой мидерам. Всегда, о чём бы мы ни говорили, мы говорим о себе. Всегда, чтобы не воспринимали, мы воспринимаем лишь собственные настройки и взаимодействия. Но давайте я уже буду решать эту часть сложную, нужную, нужную. Что хочу сказать в резюме. Да, энергия порой бывает абсолютно безнадежная. События бывают абсолютно неприемлемыми. Это единственное слово, которое обычно сказали. Неприемлемыми. Нельзя их принять с точки зрения сердца и того, как хочется. Но несмотря на это, как бы найти факторы, всё может быть совершенно лучше. И основополагающим моментом является наше стремление. К чему мы стремимся? Вот сейчас, посмотрев на Атланта, на Амазон, вы знаете, столько много драки, силы, пустую, это не интересно. Интересно, кто, если в этой лиге справедливости было построено такое поле процветания? Да? Которое вот прилетает даже самый, самый идиотский вот инородный, существо, вот самый чёрный, вот такой некрасивый и гласный, и такой подтвержденный всякому буттизму, прям просветание вот это. Просто ощущаем, и всё. От одного соприкосновения у него простой пространство. Я считаю, что это наша первая очередь разница. Не бороться, а построить пространство, от которого от одного соприкосновения, всё остальное распространилось. Об этом главная часть. Я очень благодарна вам. Время мимолётно. Жизнь мимолётно. Но я благодарна за то, что у меня были бабочки, крылья. Это мимолётность. Сегодня это как-то... СП. Соключительный слой. Сегодня, во многих, я очень любила, я вспомнила, я очень любила всегда смотреть на небо, это была моя часть, моя жизнь. Я могла лежать часами, также как я смотрю на огонь часами, также я смотрю на небо часами. Сегодня я не просто закрыла глаза, восстанавливая энергию, а закрыла глаза, когда я открыла, успогодилась, любое небо, облака. И это фантастика! Это excuse me, please! Я лежала, не верила своим глазам, что я всё это вижу. Боже, какие наши рассуждения! Ничто вообще в целом мире не сравнится с тем, что такое море, как передвигаются облака, какие формы они создают. и даже если есть в этом непосредственно, да, кто-то, это совершенно не может. Это совершенная фантастика! Это абсолютная свобода! Это безграничность во всём! Это просвет всегда! Это когда связь с солнцем! Пусть каждому из нас будет там всё экспириенс! Я не знаю! 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 Когда прости wszystkich! Это просто, конечно... Мне нравится этот роман с такой лечей. Да, вложены во что-то эмоции очень сильные! Они Они очень запоминающиеся. Дорогие. Пробили нас. Девять. Дорогие. Так что я делаю целыми днями? Ничего не делаю. Ну, с точки зрения обычного человека, ничего я не делаю. Даже с точки зрения самого действия. Я просто живу. И я живу, смотря на небо. Я живу, смотря фильмы. Я живу, готовлю, убираюсь, делая простые вещи. Это никак не отличается от человека, который просто существует. Понимаете, разница? Нет? Я живу. Я проживаю каждый момент. Даже тогда, когда мне плохо. Даже тогда, когда мне хорошо очень. Тогда, когда я творю. Когда я ругаюсь. Когда я спорю. Когда я хочу устать. Я проживаю. Я живу. Я воспринимаю. Меры активности? Да нет. Да нет. Да нет. Очень трудно договориться с самим собой. Очень трудно. Но для меня, наверное, это не есть атомическая работа. Все время договориться с самим собой. Сказать себе. Ну, 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 ну. Но моменты, которые сейчас я принимаю. Вау. Никогда бы мой супергичный азм это не принимал. Только с точки зрения того, как это было дисбалансировано. Как это было неплохо. Нет. Это не слово «плохо». Как это было экспериментально. Как это было точно и наглядно. И как это бесценно. Как научитесь не пить потом? Да ладно. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. С вами Игорь Нискович. В публике «Камень в потоке сознания». И сейчас мы продолжим рассказ. Для этого интересна очень новая тема. Дело в том, что мы абсолютно не знаем реальность, с которой мы живем. Но это я вам говорила уже. Что мы живем в рамках управления. И может быть, инстинкт самосохранения. Или страх перед смертью. Кстати, совсем недавно я прослушала Коша. Смерть, помню так, называется. Сух, тесто. Где он говорит, что походу у нас существуют все эти страхи, мы не можем шагнуть к неизведению. Так вот, почему я всегда говорю, что такое неизведение? Понимаете, сейчас здесь в местных легендах существуют рассказы о чудовищах, которые проживают в любимых озерах. И даже снять целый фильм по поводу, что, возможно, это гинозавр водный, который, вот, благодаря тому, что озера в Тверской области в этом Этиатрском районе, в любых озерах связаны между собой, возможной пещерной. И что, возможно, такие, такой водные, водные животные существуют. А, возможно, даже, что оно приходит из другого исправимого мира. И, как и баллы, что никаких рассказов про многих художествах, блеска, чудовища, и, что блеска рассказывает про эти эмоциональные существа. Более совсем недавно сделала первое видео, где тоже говорилось, о какой поворотели и куда приходили журналы для утверждения контакта с тобой в Крыму. И это, наверное, свойственная поворотовая фигура у человека, занимающегося прыжками в независимости. Понимаете? И это же так действительно интересно. Это же так хочется найти то соприкосновение с жизнью, где существует диалог, общение, взаимосвязь, а не страх. И вот тут же ответственность у человека, это интересно, что у него... Вы никогда этого не увидите, вы никогда с этим не встретитесь. А я уже... Я уже в своих тазах, в своих намерениях. Я уже угрожена с этими огнями и уже путешествую вместе с ним во звезды. Вы понимаете, в чем разница? У меня совсем недавно было такое переживание, какого пищника. И я обнаружила, что страх в независимости вообще очень сильный у нас. Особенно, если мы видим какое-то аномальное явление или поведение. В данном случае, кто видел в садах. И наш ум, который способен все преумножать, преувеличивать в тысячу раз. То есть, страх в независимости. И здесь я переживала вот это состояние какое-то. Но каждый раз, что-то внутри. Люди из точки покоя обретают эти точки покоя снова и колоссальный опыт. Управление ситуацией. Колоссальный опыт. Не то, что держать себя в руках, а не продаваться влиянию определенного страха. Да. И еще и еще раз я заметила, насколько мир вокруг нас был не агрессивен. И еще и еще раз я заметила, что чудеса и проспорт устояло. Вот вы знаете, что я сейчас смотрю. Вот на детские перетачи, на колесе эти. То есть, человеку случился падать. Падать. Рассказывать. Пускать не пишет. Сейчас просто смотреть на него стало неинтересно. Застыхать. И сейчас обеспокоенный ум. Рассказывает память. И на этом построено очень много сюжетов. Таких. Построенные логики. Построенные с собой сюжеты. Энергию. Построенные логики. Построенные логики. Очень хорошо резолюмируют в этом направлении. Так. Здесь у нас. Вот этот фильм, который рассказывает о «Лига с привилительностью». Эти три часа, где молодой, зачем? Я зачем все люблю-лю-лю-лю-лю. Так. Почему так? Так. Мы должны видеть приход каких-то других веществ. Почему так? Это кошмар. Вроде. Вроде. Просто этим. И мы. И я не так вижу мир. Я вижу эту красоту. Эту сказку. И все, что происходит в головах людей. Это соответствует тому, что я вижу. Наверное, в этом мы и растем. Укрепляемся. Это знание. Потому что очень часто я сейчас заметила, что я говорю, общаюсь, а потом или в каком-то выходе. Или поворачиваюсь назад. И думаю, ну зачем? Ну зачем я об этом говорю? Ну зачем я делаю эти рубрики? Мы такое вот. И вот это как раз относительно примеси. И потом, когда это рожаком не спрашивают. Это он коллег, это он что-то хочет выстроить, чем-то хочет выстроить, чем-то хочет выстроить, казаться. Вот ты красивая. А если ты не красивая? Вот ты какая? А если ты не такая? Вот ты счастливая? А если ты вдруг печальная? И чем-то все время хотим кататься с определенными. Нет. Мы что-то хотим изображать. И все в основном кто-то даже выходит на противовом уровне. Но там… Там был пример. Какая-то… 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 Вообще… Странно так. Женщина, мыслищая здесь. Очень красивые картины можно писать, да? Выражаться как-то. Но быстро эти логические связи… Я… У тебя так удивлялась. Вот… Еще раз хочу вам сказать, что для меня человек… Человек… Человека… Оно же без пола… Человека… Не ищет кровь… Он биологически обусловлен кровью… Он даже на энергетическом уровне равен… Нет разницы… В энергетическом уровне… Но… Есть определенные специфики… Доминированные… И… Мужчине… У нее проще выстроить… Как я сказала… У ту… Женщине же… Проще… Убеживать… Единство… Поэтому… А… Вы знаете ли… Ну что… У него здесь картина… Единство… А… Опять-таки… Это разделение… Опять-таки… Это… Это… Это лишь… Это лишь то… Что… Что… Может… Так… Это… Лишь… Что… У него… Выращено… У него… Тесное… Красота… Тесное… Потому что… Красота… Тут… В том… Чтобы… В человеке… Было… Выращено… Женское… Мужское… Вот… Это… Единство… Единство… Со всеми… Все является частью… Меня… Все является частью… Однако… В моё поле… Распределение… У меня есть… Какой выбор… Выстраивать… Это… Распределение… Что… Пройдёт… Распределение… Как… Будет влиять… Бликот человек… На меня… Да… Его… Мироощущение… Его… Пришл… Или… Будет она на меня влиять… Потому что… Я… Изначально… Живой… Срочный… Ну… Или я… Повлияю… Это… Что… Это… 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 Своей личности… И счастье… Это… Безумие… И да… Человека… Который… Видит… Что… Что-то находится… Вне рамок… Это… Это…. Безумие… Это… Быть разумным… ИDict едином… Быть разумным… Это… ИDict… Быть разумным… Это… uting… Совершенно новым, безграничным. Доплотить свой фемининальный план. Неужели план фантазий, а свой фемининальный план. Быть безумным во всем. Это значит проходить за рамки стандарта. Понимаете, что он может показать камера? Ну, что она может показать? Ничего нет. Но наше восприятие это не камера. Это гораздо более универсальная штука. Это камера настроена на определенную частоту комнаты, в которой она была. Камера настроена на определенную частоту. Это не то, а не сражает из-за того, что это проекция. В мире все не мягче. И даже те прекрасные фотографии, которые я делаю, они никакой сравнение не идут с тем, что есть в автомобильном мире, что есть в этих автомобильных процессах. Это очень здорово, что сейчас была затронута темы. Но праздник, сегодня такой праздник, 20 марта, день. Это равнодействие, то есть когда в ноте рождения, то это первый день, когда рождается день. А 21 марта – это первый день, который больше не очень. И в этой системе энергетической, которую необходимо построить, необходимо выстроить энергетические вот эти все вещи относительно общей системы. Праздник водоносный, вот этот, да, от водосвета, это покупание холодной водой. Обязательно. Обязательно нужно это познать. Обязательно нужно приучить из костер, походить за последними механиками, походить за последними механиками. Но желательно, чтобы либо было понимание, как это делать, либо было кто-то рядом, а кто-то рядом за своим примером. Чтобы, вот представляете, мой сын, например, сам искупался в виде кофе-копа, кто его не заставал, его не пили и захотел. Обязательно должна быть система, в которой взрастало веселье энергетическое, в которой вам не приплялось, в которой вам не прицеплялось. Будьте. Ну, это же смешно. И все время бойтесь, беритесь и духовайте жизни. Так что очень интересно. Я чувствую, что есть уже это характеристие прецеденты, которые потом люди пришли. Мы его познали. И я начинаю ощущать, как за этот период в этой местности уникальной происходит и объяснила свои действия. И помните, я вам говорила о том, что это емкость. И чем больше будет взрастать этот мир и емкость, тем больше будет. Помните, я вам говорила о том, что от этой емкости зависит количество измерений и воспринимания. и тем больше будет раскрываться этих измерений, то есть ощущения и проживания их. И это не контакт. Это абсолютная реальность. Ох, какое счастье. Мне уже хочется очень много приятно смотреть на Атлантов, как они в воде подловят этим поводушным зерем. Уже хочется эмиссию. Просто ради умения путешествия, расширения своих изможенностей. И хочется это все приобретать. И это замечательно. И для меня это замечательно. И я знаю, что каждый человек может расширять свои навыки. Вот. Если вы вспомните про Владимира Серкина хопот шамана, там описывается, как шаманы и оскаляться. Мы же в виде справедливости увидим, что есть такой человек в последствии способности с ней. То есть у меня, например, совершенно неприятная кипернизация. И я рассказывала, наверное, и описывала, рассказывала и вот эту фенгенологию, как дополнительные свидания таких сновидений. Я общалась с кидерами и изучала их логику и их умир. Но он искусственный. Но относительно на его непосредственное движение, он искусственный. и они общались со мной ради того, чтобы расширить свою логику. Потому что их логику настолько завтра, что не давало спонтанного совершенно хаотического движения. И они замыкались на себя. Я люблю это. Что такое жизнь? Это то все время обмен спонтанность. У тебя индустрирует расследователь логическое 1-2-3-5. Оно все время через ноль, через непотея, через как-то отмечко. Ну вот великая мама песня тебя слухает. Великая мама мы учимся с тобой. Великая мама она ведь неправильна. Знаете, это тоже очень смешно. Это тот, полум материнская рада, материнская сердца. Тот, кто полный бесконечный любви и кого-то не может любить и не познать. И хотя мы сейчас словом любви скажем любви, но тот, кто бесконечный промзает тебя из твоего блаженства и боги открытия и не открытия. Тот, кто сотворил все тебя отличит. Мы любим на самом độ сег att И, как напоследок, я просто все время видела, скажи, я вам рассказываю про то, что я почувствую, как мама вот так вот, состояние встречи на волосы, потом я поняла, что это состояние – это расслабление головы во все тело продолжает находиться в дисбалансе, то есть это отключение головы. У самого тела находится именно в невесной аллергии и не в балансе, а в позвоночниках баланс нейроэтический, то есть когда ты сидишь ровно, ты поешь именно так, у тебя есть определенная внутренняя опора, стержень и проточность, изыскать на хране, в этом балансе и насколько можно в какой-то момент сбросить напряжение, выровниться и изменить расхаженность. Это происходит практически сейчас у меня мгновение. но я помню тот момент, например, когда я сидела за себя на качель, и я заметила, что перестала напряжение, и я заметила, где возникает напряжение, и автоматически сразу угрозили. после этого, возможно, и до этого было, я не знаю, это было просто заметное перерывание. После этого я постоянно это делала. Постоянная самоустройка, то, что я описала, что сон настраиваешься, настраиваешься с тем, как оно должно быть. Это не просто отключение к голове, но ты еще сильно держишь энергией, где сдалась, а это полностью балансированную энергию, которую ты все время, все время, ты не просто сон настраиваешься, но еще сон настраиваешься, вот здесь, в янице, вселенной, всё время, в красоте, вижу энергию, реализу, красоте, эрголизум, красота, граномия, баланс, всё перер Din. Это всё, это все про отображение, как он продавлено, это продавлено, как ожидание. Так что будем работать, мы будем работать. Поэтому, конечно, находясь в Солнце, туда постоянно идут воздействия. Понимаете, здесь, хоть я и смотрю какие-то вещи, какие-то фильмы, но я могу пойти окунуться в воду, постоять на ветру, как бы больше свободы обретаешь, а там, несмотря на то, что он натепляющийся, он все время натепляется. Как только какая-то незавершенность натепляется за эту неразрешенность, как только какая-то непонятность, неразрешенность, незавершенность, он стремится к тому, чтобы это закрыть, это завершить, чтобы это больше не касалось. Но именно благодаря этой незавершенности ситуация меняется. потому, что накапливается в этой середине незавершенности, и рождается последнее внимание. в этой середине незавершенности. А в городе, вот так, освободиться от его слова сложнее, потому, что он более неприятный человек, сильный, печальный, то есть матрица какая-то устойчивая, устойчивая, стандартная, устойчивая стандартная воля, в которой быть не таким, как эта устойчивая стандартная воля, это значит, ты немножко либо обчуждаться, отдаляться, и трудно быть свободным. Ну, это, конечно, дело практики, чем больше у тебя опыта, тем больше у тебя эта свобода языка курса и йога на сумму. Но пока ты растешь, пока ты формируешься, это существенная вещь. Ну, ты-то был сам theoretical. И я вам говорю, что, вдруг вы будете превратить, и живете до того, как вы будете paycheckать, уже справа в них. У меня есть господин, у меня есть господин. Я говорю, что вы многое, это сказки бы, я не могу, что я не могу, что вы поможете, Сказки мы прощать. Лон, мужчины, я не могу. Ну, конечно, вот это вот страх в локаре, в реке его проживу. По Санкуру вышло видео, по-моему, там, ну, пять, пять шуток в пунктах, в норме ума. Ну, просто это всё приводится к тому, что человек упрощил чужим разумом, именно разумом её своём. Ну, это как странно он описывает через образ, как его воспитается в мелких людей, хотя бы в... Ну, как бы, да, и используется, где-то, где-то, где-то имеет своего разума. Угу. Вот у Карлоса Костанедо, вот, в описании точки сборки, то есть, в принципе, нестекающая реальность – это всего лишь место, которое как и закреплено в энергетическом тени. тени. И чем больше оно закреплено, тем, чем менее подвижно космос такой человек, крайне некий космос, тем меньше возможности увидеть как-то что-то иначе. тени. Смотри, вот этот дом Хуана, который раётся, она рабочая. Это сто процентов рабочая. Вот, думаю, что у Сабгура, у него иная молодая, что у него такой центр, ну и не центр, и он, внеизведанный, это есть. Центр внеизведанный. Или что по троям, дружок больше не затрагивает. Или просто надо окружаться в этот центр. И эта модель тоже не хочет. Сколько людей страдает, и, 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 и через треогоники мы можем пройти к маме, и через круги, и через треогоники и квадраты, и все что хочешь. И через замеряем, и, и, и через радость на месте, и через солнечные лучи, и, как хочешь. Видите, даже здесь он похож на этот волны. Вот здесь, и, 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 и. Вот здесь, и, 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 и здесь на кромке образовывающиеся волны. Такое пишет. Это вот эта определённая сфокусированность. И ведь не просто даете честь, это моя определенная сфокусированность, но не в обращенном смысле. В обращенном смысле они будут насладиться мы, она ослепляет. А сфокусирование, оно дает ему расти в поле, в чем-то сфокусирование. Это очень важно, важно осознать, что это насчет поля. И гнуссер нужно убирать из него. Как мы подметали, или пересосили, или даже на корпусе. Нужно убирать не только в объекте, но и в себя. В внутреннем вечном пространстве. Вы понимаете, какая веселья? Это я напоследок расскажу. И что мы приносим в этом поле? Какая чистота вебрация? Какая чистота вебрация в этом поле? Что-то будет усиливать, например, какая-то практика. Например, мантра. Какая-то практика. О-ма-ма-ши-па-я. А кто-то никогда не уменьшит практикулы. Никогда не уменьшает. Никогда не уменьшает. Интересно. А что в этих звуках как-то не скрывается. И что это дает. А люди просто говорили, засуждают. И никогда не пройдет любую звуку. В вибрации принимаемого звука. Что-то вот эта вибрация, она во всё. Потом она трясется во всё. И если вспомнить наносить такую высокую вибрацию. И энергетику хорошую. И вкусно можно поесть, и поиграть, и расширять спектрное восприятие. А можно ослаблять всё. А можно разворять этому разуму. Исчезнуть, а хотите, умнее, умственным расстройством. Это, конечно, это прям трясется. Исчезнуть расстройство. В негативных энергиях. Негативное, именно потому что. Недеструктивное. Деструктивное. А есть практически. Деструктивное энергия. А здоровье это то, что. И даже не дело в том, что я и другой человек. А дело в том, как я это вижу. Вот как в этом фильме. Понимаете? Посмотрев вот этот фильм про. Вот это. Грозное. Озеро Грозное, чуть ближе. Я. Я. Это вообще интересно. Я вижу перспективы. Я вижу намерки того, что это интересно. Другого смотрят. И мне. Стали страшно. И он будет нахерять. И сохраняется. Это даже не только на что смотрят. А только как мы видим. Я смотрю на одну. А вижу. И двое. То есть мы смотрим на одну и тоже. И каждый из нас едет иначе. Исходя из системы. Внутренне спокойно. И я то вижу, что эта перспектива. Ого. Вещь так фантастическая. С ним можно погружиться. И уже. Стать практически. Может быть не первым человеком. Но не уникальным человеком. Ну так. Если. 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 Все. Так видишь. Если. Все. Озаряется. Улучшаем. Перспективы. То есть. Это. Вопрос. Если. Все. Грухируется. На каком-то уровне. Даже. Какими-то. Мыслами. Специальными. Нужно тоже. Быть чистыми. Только. Я. Чистыми. Музыка. И. Музыка. 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 Не может быть. К дорогим. Музыка. Музыка. Идущая. Деполняется. Синхронизация. Страшную. Энергию. khác. linkedin. Музыка. Музыка. Видouvка. И. Музыка. воспринимание раком. И опять-таки, отличие от галлюцинации, это ум, это очень интересный вид. Но галлюцинация, я помню, что не знаете, тупо, я написала тупо, а то, что просто это исследование, это повредение, это как, это тупо усмекает. То есть, мы прошем, мы будем заниматься. Этот этап всегда, когда мы навязываем, когда мы действуем, в реальности, которые всегда. Галлюцинация, это всегда невязанная, это всегда преувеличивая, это всегда из страха. Такое время, когда Барис не перестуховал, говоришь, есть страх, не звезти. Есть, например, сидеть, есть страх, не звезти, есть страх, не звезти, есть страх, не звезти. Это два разных подхода, когда ты видишь, колбишься, не звезти. Но есть прыжки с ноги, заставляем. А если страха будет, не будет, и сестры в голове. Ты поверишь на моё решение. Ты откроешься то, что есть. А у меня уже ты не грязнешь. Благодаря и грязнешь. Он, сочисти, на самом деле. Я надеюсь, что ты не могла не съесть и решать. Я надеюсь, что я управляюсь, ты надеюсь, что я не учусь. Это для меня не простые славы, не фантазии, а просто в чем еще раз. Я учусь это все, и это для меня не фантазия, это для меня реальность, а другие люди просто проживают. Умения, интересы, это свое выживание, познание, любви, самопознаемое познание, припознавение, для меня уже шаги со всем своим сердцем, лицо со здоровьем и сердцем ей, и всем своим сердцем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok